Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 17 главу Евангелия от Иоанна. Эта глава представляет собой молитву Иисуса Христа, которую традиционно называют первосвященнической молитвой. Содержание этой молитвы – ходатайство, заступничество. И главная роль священника – это всегда ходатайство перед Богом за тех, кто Ему поручен. Поэтому эта молитва первосвященническая. Вся эта глава написана таким же поэтическим языком, как и пролог Евангелия от Иоанна. Условно можно выделить три части, но мы увидим, что мотивы повторяются постоянно. И первая часть посвящена молитве о прославлении Иисуса Христа. И слово «прославить» означает «воскресить». Вторая часть – это молитва об 11 учениках, тех, кого дал Ему Отец. И третья часть – это молитва о тех, кто уверует, услышав проповедь и свидетельство Его учеников. То есть молитва «Она с вами» – молитва о всей Церкви. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Прежде всего, сам жест «возвел очи» в Евангелии упоминается только четыре раза. И каждый раз это означает нечто совершенно конкретное. Это не просто внешний жест, но он имеет свое символическое значение. Молитва, обращенная к небу, взор, тем самым сокращает дистанцию между Сыном и Отцом. Это действительно молитва, обращенная к небу. Это молитва, которая будет услышана. Указание на то, что Христос возводит очи на небо, указывает на какое-то очень важное действие, где необходимо вмешательство Отца. И слово «Отец» здесь является ключевым. «Прославь Сына Твоего», как я уже сказал, буквально означает «яви Меня Твоим Сыном через воскресенье. Как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». «Всякая плоть» — это буквально все человечество. В Иисусе Христе спасение и жизнь получает все человечество. Ту жизнь, которую Сын получает от Отца, Отец в данном случае слово, которое означает «источник бытия», «источник жизни», Сын сообщает всему человечеству. И в чем же состоит эта жизнь? Жизнь с большой буквы. Евангелист употребляет разные синонимы этого слова. Это жизнь вечная, это жизнь божественная, это жизнь с большой буквы. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Опять же мы видим, что слово «слава» — это синоним воскресения. Слава, которую Сын имел прежде бытия мира, означает Его истинное сыновство. И слово «сын» означает «воскресший» в языке Иоанна. И жизнь состоит в том, что ученики знают. Глагол «знать» тоже имеет совершенно особое значение у Иоанна. Это синоним веры, это синоним какой-то глубокой сопричастности, и поэтому сыновство. Следующая часть молитвы посвящена 11. «Я открыл имя Твою человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Здесь постоянно возвращается мотив о том, что Сын исходит от Отца, и поэтому через жертву Христа, через жертву Сына будет явлена слава Отца. Но поскольку Отец воскресит Сына, тем самым Он прославит и Своего Сына. Они взаимно являют Себя миру, и это явление мира есть синоним славы. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них». В Евангелии от Иоанна мы несколько раз слышим это единство Отца и Сына в образе пребывания. «Как Я пребываю в Отце, Отец пребывает во Мне», точно так же то, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сыну. И слово «мир» здесь имеет совершенно особое значение. Мы видели, что в предыдущих главах слово «мир» означает пространство, которое враждует против Бога. Это, прежде всего, мир, который отвергает Бога. Бог приходит к Своим, и Свои Его не принимают. И это синоним мира, космоса, который враждебно настроен к этому миру. Но в этом мире есть ученики, которые остаются частью и достоянием Отца. И именно в них прославится Сын, именно им будет открыто имя. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». Удивительная игра глагольных форм. Такое впечатление, что эта молитва произносится уже после воскресения Христа, как будто воскресение уже совершилось. Поэтому, как будто занавес приподнимается, мы оказываемся по ту сторону времени и пространства. Эта молитва уже воскрешила Христа. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Обращение «Отче святый», конечно, нас возвращает к молитве «Отче наш», к тому прошению, когда мы говорим «досвятится имя Твое». Отец, Бог, источник всякой святости. И каждый, кто обращается к Нему, тем самым становится посвященным Богу. И посвящение на языке Библии означает «отделиться от всего остального, отделиться от нечистого, от профанного, от грешного, смертного». Но это отделение происходит не по горизонтали, но по вертикали. И дальше мы увидим, каким образом парадоксально это все обыгрывается в словах Христа. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил их, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Христос сохраняет своих учеников, как добрый пастырь сохраняет своих овец, и поэтому глагол «сохранить» имеет совершенно конкретное значение. Он сохранил всех, кроме одного. Намек на Иуду. И здесь он назван «сыном погибели». Очень важно понимать, что в еврейском языке такое выражение «сын погибели» буквально означает «погибель». И фактически это имя сатаны. Поэтому это обозначение той стихии, враждебной Богу, которую невозможно спасти. Она сама по себе есть погибель. И поэтому дозбудется Писание. «Ныне же я к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Опять же, когда говорится о радости, тем более радости Христа и радости совершенной, евангелист не опирается на какие-то наши психологические представления. Это не просто какое-то веселое расположение духа, эйфория. Слово «радость» в его языке — это тоже синоним воскресения. Поэтому это какая-то последняя эскатологическая реальность, которую никто не может отнять. Поэтому пусть ученики имеют в себе совершенную радость. Радость воскрешившего Христа, полноту бытия. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». И это понятно, поскольку мир — это то, что враждебно Богу, и поэтому Сын Божий ничего общего с миром не имеет. Точно так же, как ученики, которые избраны от мира, посвящены, изъяты из мира. И понятно, точно так же, как мир враждует против Отца, враждует против Сына, он будет враждовать и против учеников. И для учеников последующих поколений это будет как некое пророчество, предупреждение о том, что это подтверждение того, что действительно они принадлежат Богу. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Эти слова молитвы тоже возвращают нас к молитве «Отче наш, но избави нас от лукавого». Буквально говорится о том, что человек, пребывая в этом мире, не может быть избавлен от искушений. Искушения будут, но внутри огня этих искушений Бог наш сможет сохранить. Сохранить невредимыми, как Он сохранил трех отроков в огненной печи, как иону в очреве кита. Точно так же и здесь ученики, которые остаются в мире, посреди испытаний, искушений, в огне, в гарнире испытаний. Бог их сохраняет от зла. «Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною». Здесь требует особого внимания слово «освящение». Это слово, заимствованное из жреческого языка, языка богослужения, священник приносит жертву. И когда эта жертва освящается всецело, это есть момент ее посвящения Богу. И одновременно слово «Христос», как помазанник, означает «посвященный Богу». Поэтому здесь мы видим то, что отличает учеников Христа. Они посвящены Богу, они освящены им, и они освящены истинною, потому что Бог и есть та самая истина. «Не только о них молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Здесь молитва о единстве христиан, о единстве учеников и о единстве всего человеческого рода. Но это совсем не то единство, к которому мы привыкли. Это не просто какая-то солидарность, сплоченность социального происхождения. Подлинное единство только возможно на какой-то особой глубине. И как раз на эту глубину и намекает здесь молитва Христа. Точно так же, как Сын пребывает в Отце, Отец пребывает в Сыне. И это нужно понимать буквально. Точно так же и ученики, которые пребывают в Боге, они образуют собой единое тело, единую плоть. Это образ единой Церкви. И это единство станет свидетельством перед миром, и тогда и мир может уверовать в то, что Сын был послан Отцом. «Славу, которую Ты дал мне, Я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Здесь звучит другое слово, которое является ключевым для Евангелия Теоанна, слово «любовь», потому что Бог есть любовь. Опять же нужно понимать, что в греческом языке стоит слово «агапе», и наше слово «любовь», оно не является удачным переводом этого слова, потому что речь идет не о той любви, о которой мы привыкли думать, речь идет о именно внутреннем сокровенном единстве и благости, которую только Бог способен одарить. Та любовь, которой Отец любит Сына, эта любовь изливается вовне настолько, что она наполняет сердца учеников и объединяет их воедино. «Отчи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основание мира». Опять же, если мы представим, что слово «слава» — это образ воскресения, то Христос молится о том, чтобы ученики оказались вместе с Ним в лоне Пресвятой Троицы, на небе, рядом с Отцом, где Сын всегда был еще до сотворения мира. «Отче праведный» или «Отче всякой правды». «И мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня». Опять же, здесь другой ключевой глагол, синоним глагола «любить» — «познать». И в еврейском языке слово «познать» — это как познание Адамом, Евой, это познание любви, это как муж знает жену, это как отец знает сына, как близкие друзья знают друг друга. Также и здесь «мир не познал, поскольку мир чужд, а я познал Тебя, и я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Опять же, возвращается этот мотив Агапе, этой нежности, благости Отца к своему Сыну, и эта нежность, эта любовь, эта милость будет наполнять сердца учеников. На портале Экзагиат.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.